так падал стрим по какой-то причине я тут сижу рассказываю рассказываю показываю я даже не заметил что он упал так как на стриме задержка естественно не сразу об этом я могу быть в курсе я даже не заметил что б с нету вообще на экране причем его не было я пришел сел за комп и обвеса нету как будто его кто-то мне закрыл хотя я этого не делал стоило только от компа отойти на секунду не знаю с какого момента вы стрим вырвался но надеюсь что ничего такого страшного вы не пропустили хотя в принципе ничего полезного в игре то и не было две минуты раскачки экономики и протас знал о наличии трех базах у зерга и сейчас происходит период развития обоих игроков хорстом выбрал такой путь как быстрые какие-то имморталы очень сложно предположить для чего именно он их делает или это какой-то пуш с гейтами с иммами либо это будет даже пуш с призмы с иммами гейтами застройка опасно вот так вот пион строить потому что поставишь вот здесь адепта вроде как дырка закрыта но вот здесь под углом по диагонали могут собаки пробежать лучше тогда адепта вот здесь внизу ставить об этом тоже надо знать по возможности варгейты готовы один гейт у протаса поджим с одной из сантрио и мортал двумя адептами нам шар наверно сейчас сильно перепугался наличие такого микса юнитов но если процесс ошибется ему будет сложно потом если он потеряет это за счет того что линги смогут их окружить дальше будет играть уже тяжело тяжеловато третий нексус через два гита ой какой халявщик протас какой же он халявщик три квины видно что здесь плеток не то очень много собак но процесс молодец рядом если что у него есть скоро на всякий случай еще пару центрей паржа плюс две газилки чем чисто один иммортал вот просто настолько импровизировано харстом играет напомню что недавно все таки поднял на свои головы самый долгожданный трофей своей жизни трофей чемпиона vcs recall я чуть-чуть потерял харстом здесь буквально пару юнитов это мелочь с появлением роучей он увидел сколько их можно продолжать делать имов но он зачем-то делает старгейт я не понимаю зачем второй роботик скалосятни дестабилизаторы и поехали 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 зачем ему призма зачем ему старгейт призма то нужна чтобы делать дропы но вот нам шар сейчас об этой призме пока что не в курсе он не зонагу не контролят и оверы висят плохо причем не разведки не залетов не перелетов не аверсиров ничего нету вообще ничего нет и лаера нет а тут дропы двух имморталов которые собаками трудно убить врачами сложно убить мог бы кстати пострелять поковине еще пару раз выход в лоб прикиньте была бы еще одна призма вторая который бы дропнул сюда с энтреи и вот весь этот лимит напал бы на нижнюю нычку вот это было бы вообще смешно очень вроде стрим заработал так третья база у протаса очень активно харстом контролит обсервером он постоянно пытается что-то увидеть что-то найти обычно просто вешают обсервера и забивают на него очень приятно видеть что он играет через хорошую разведку но по моему он вряд ли обратил внимание что там спорка и обсервера он сейчас отдаст да даст через три два один гидроден доделался кстати и вот пока гидры нету сейчас он почему-то подстраивает фениксов как вообще на ульвение зеркал умудряется выпускать своего оппонента третью базу такая наглость шикарные филды хорошо отжаты рачи если что призмой можно здесь помочь только призма в это время занимается дропами чем дропом адептов и может вы здесь очень-очень сильный эндерги правда могут умереть у них осталось энергии всего лишь на 4 форсфилда будь рядом призма был бы сейчас сюда до варп еще какой-то а там переход в ножки с темпуарами вот почему так денег-то мало в общем стрим падал кто не в курсе у кого-то вдруг там что-то не работает реведжеры в принципе могут довольно долго простреливать вот эту область и не запускать сюда протаса и зергу сюда двигаться тоже нельзя наверх потому что один форсфилд и все даже реведжеры здесь не помогут грейден рачей гидру будущий шпиль уже четвертая база нам шара молодец девятая минута в принципе подстраивается под тенденции противника вообще можно было бы уже штормы иметь если бы не вот эти вот фениксы от которых толку реально немного почему вообще архоны и мы то есть там стандартные зил это архоны и мы против гидроли гидро ручи с лингами тогда архонов надо побольше желательно и зилков еще можно немного добавить хотя в харстом и есть зил это вот буквально 8 штук тупо потанчить собак как не крути но зилоты против собак до сих пор эффективны тут забегание зилотов пыталась убить квине не получилось пещеру люркеров они спалили но сделать с ней тоже ничего не смогли и харстом еще раз выходят на крип но при виде такого большого лимита тяжко ему на филды же кидай ну развернись же ж не решил содраться спасибо джон и красавчик архоны зилки вроде все нормально шаг вперед можно было бы сделать а лучше в сторону для надежности что-то здесь гидры многовато есть инфа что сейчас под шаг вперед будет давар на поле боя фокус призмы не делает зерк ну неужели нельзя было кору фокуснуть вот стояли пять гидролисков рекол кора сразу раз два он был спел там у корота оставалось хп 48 такой простейший момент и может его всех спас харстом несмотря на все это экономика у него есть он деньги потратить не успевает что здесь делают две собаки как они сюда вообще попали а может забегание какое-то было возможно возможно я пропустил скорее всего было да нет рабов тост не терял а вот это уже забегание мы точно увидели прикольно подмигрывает нам шар ставим войска на холд чтобы собаки на автоатаке не аглились на фото на верчарже и пилона убивали только рабочих и тут забегание азиотов уже пятая база нам шара пятая база упроц что самое главное а четвертая четвертая и вот пятая но не это главное а то что у то со штормы еще не доделались а опять появилась люра причем очень много люры 16 штук я думаю есть смысл с двух роботиксов продолжать штамповать юнитов сильных как то с люрой надо быть нужны оракуа именно оракуа потому что только с помощью них гораздо проще делать дать вижен на всех люркеров вот-вот и нажать а клик но зерка рядом основными войсками стоит если что 7 гидролисков 4 роуча и 15 люркеров это все что у зерка есть запасе есть небольшая порция лимита тут ничего кроме люры нет 5 равагеров ты гидролиска это не армия то есть надо убить только люру и хаштон в принципе видит что он может это сделать и решается в атаку так посмотрим нам шар очень вовремя среагировал отвел люру в сторону сейчас минус 50 лимита зерга забегание зелков дроп на мэйне молодец нам шар распевает кстати везде и выход в лоб вот харстон дерзкий какой а штормы до сих пор у него есть в распоряжении но подходить к люре он пока не решается и лучше тратить штормы не на люру но массы мы чистую люру вскрыли в какой-то момент ох сколько денег скопил зерк неужели не было времени кнопку заказа нажать потерял он сейчас хату мог бы еще потерять шпиль то гидролиски откликаются на зилотов и пошел просто ему хастом против часовой стрелки карать одну хату с другой сейчас хастом надо разворачиваться подраться с гидрой а то он там газилки пьет плетки яички бьет зилы-то таки врываются иди сюда гг ну нам шар хорошо играл все правильно делал но в какой-то момент просто вот у него было 150 лимита на 200 от него требовалось только нажать кнопку до заказа чтобы сделать 200 лимита и принять противника 400 пм у зерга 37 секунд сапой блока всего денег больше добыл чем противник правда всего на 3000 юнитов много произвел стоимость армии была одинаковая с процессом в какой-то момент но что-то график какой-то фиговенький на самом деле то есть видимо хастом вначале хорошо создавал иллюзию агрессии и зерк на это велся но вообще такие графики должны быть графики должны быть немножко изменены местами то есть оранжевая это должен быть по идее зерка наоборот короче что там пишут сетка дрога уже выиграл ману так быстро очень быстро и 2-0 лил канин так ну где же где же вообще если честно по моему это какая-то самая самая слабая европейская квалификация какую я видел наверное за этот год состав игроков очень слабый очень мало людей а бой вылетел что ли или где он вообще ну-ка поиск нам поможет не вижу так а вот он бой упал в сетку узоров где он и проиграл прайму лоту тут написано 99 0 бой вылетел с этой квалификации будет грустно если он не поедет так ботвинник герыч оптимус лэмбо ю термал ю термал интересно харстон вытянет ю термала вот снуд против дрога будет играть не знаю кто такой микс 779 но он выиграл двух средних европейских игроков подряд 2-1-2-1 но снуду конечно он не выиграет майский праздник я так понимаю все уже разъехались по делам блин странно в 12 ночи в будний день больше обычно зрителей чем в пятницу вечером еще и на турнире очень странно руина индиона интересно вот если люкеров пофиксит тизерги перестанут в нее играть а если перестанут по крайней мере так часто во что они будут играть в муту нет все тос играют через старгейт практически стабильно и регулярно так хата газ пул и халявный нексус от тоса но так как противник играет быструю нычку ты тоже можешь играть быструю нычку нет смысла оставлять давать ему преимущество и третья хата эта пробка кстати аааа хорош 320 минералов было на момент хаты нам шар опоздал немного еще и дал поставить блин как можно дать противнику поставить нычку если ты уже помешал ему это сделать ты просто ставишь сюда пилон и зерк играет с двух бас это же просто офигенно то есть вот этот второй пилон который был бы ну можно было бы здесь третий поставить но было бы у тебя на одну пробку меньше делов то важная штука фастер лоба опять от харстома причем в застройке дырка под адепта тут очень широкий проход чем-то напоминает ауэриорак карту где тоже так просто в основном застраивается на второй базе не на рампе широкой а вот здесь ну по мне как бы строить здесь здание тут здание и тут два здания это то же самое что построить здесь вот просто ну пилон и допустим 3-4 гейта или 3 гейта с робот два гейта с роботиксом вот так вот делаются два гейта пилон роботикс допустим еще пилон и норм просто очень неудобно будет принимать сражение если зерк поднимается войсками наверх а у тебя ты как бы и забежать внутрь не можешь ну как бы за здание отсюда сюда физически не можешь потому что у тебя все застроено намертво а во вторых в любом случае все что здесь будет стоять все будет стоять на двух пилонах на тех же самых поэтому я не вижу смысла в такой застройке просто привычка уже делать застройку на рампе но от быстрых лингов такую стенку можно не успеть сделать в теории но есть же для этого кора есть для этого центре призма собаки кстати видели роботикс но не видели что там заказано так 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 вот нам шар видит призму ну и естественно заказываем лингов и добавляем еще пару квин почему нет сразу призму дамажим как раз он плохо ее контролит два адепта всего в призме очень важный кстати сейчас момент что нам шар спалил третий нексус у него овер правильно висит то есть он понимает что это никакой не алоин и так далее и он в этот же момент смотрите как только увидел призму пока призма летит полетел овером по диагонали посмотреть что у процесса есть на мейне у него ничего вообще нет абсолютно блин как же офигенно из игры стримить а вы бы знали ребят просто не передать адепты странно что их всего два где еще странный билд у харстова то есть гейт робо гейт призма призма нексус фаржа старгейт у зерка три полные нычки раскачаны четвертая хата я считаю что зерк если не затупит пойдет в атаку и выиграет уже вот этого выхода зерк отобьется крипа малого нам шара это конечно не димага у димаги другие приоритеты а вот из этой позиции тос уже будет уже крайне сложно убить потому что двумя филдами можно рампу просто перегородить и все еще и лейер он убивает красавчик ой красавчик на харстом просто прекрасная атака ну кто же знал то что зерк камни не успеет разбить кто же знал что а нафига он тп шнулся то он мог кинуть еще пару филдов и всех дронов убить двадцать четыре дрона двадцать четыре дрона это же двадцать четыре личинки это денег до жопы о простите много очень что это такое драгун свои камни харстом завалил успешно но ему ничего не остается как просто ждать пока зерк будет сидеть в каменном веке хотя почему в каменном то гидродент был построен своевременно лейер то по сути сейчас и не нужен ни для чего лейер нужен только чтобы заказать еще какое-то технологичное здание типа шпиля или инфистарни поэтому у зерга сейчас все нормально у него четвертая нычка работает, третья строится ну только минус для зерга что он играет до сих пор 3 в 3 за ультразвук дурацкий ну что харстом опять делают архоны блин как же скучно процессы играют а зерга 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 архоны но нет вот это как в ход все вот это интриги а пойдет ли сейчас протос в 2 базовый ауэн или не пойдет все свободно открыто играют в макро так и не убрал я галочку про жестокость потомки даже на всякий случай кстати камни здесь так и не разбиты у них осталось 500 хп зерга почему-то перестал их разбивать неужели харстом тоже будет ждать пока там появится люра еще гидрала ну нам шар до конца не понимает что там вообще происходит он не знает не видит тайминга когда там переходит протос во что во что и когда просто не знает кончается у него мейн рабов надо переводить желательно делать это без оверов но чтобы выделить быстро рабов и перевести ему нужно сначала оверов убрать из группы для этого вот нам шар начал очень хорошо двигать крип подкопилась энергия видимо в квинах да 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 подкопилась и харстом то уже здесь ну что за пауэрофа клик дюки и мэрхона убивает в хлам собак с гидрой правда довольно узкое пространство вот здесь вот было бы пошире если бы он через центр с которым нападал мне кажется харстому было бы лучше потому что противник широко может встать очень широко ну что гварден минус две квини фениксы рядом если что можно даваров сделать на призму ваклик не хочет харстом пить он хочет поджимать часть юнитов только потом уже вдавить в пол да не бойся там чистая гидра чё ты паришься давай зелками в атаку грейд вперёд поехали там гидролистки кстати с грейдом 2-0 мало гидры еще и фениксы на подхвате два филда он отогнал зерга назад ну кинь филд 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 можно филд было кинуть а энергии не было а вот только сейчас накопилось видимо где ж призма то далеко призма очень стоит что-то у харстом как-то мало денег он сейчас заказывает два иммортала хотя по сути это не нужно и уже минуту не переводит рабов с мейна забыл он это сделать хотя все остальное у него хорошо призма уже позицию сменилась сменила а чистая гидра 37 штук сейчас будет 47 50 гидролистков чистых зилы то все рассыпались остались имморталы харстэм только не слей я тебя прошу 200 лимита зерга ему нужно забить делать вот этих имморталов и просто наварпить зилков просто наварпить зилков ну уж чистую эту гидру можно убить 2-1 грейда 2-0 харстэм так прям активно мигрит так активно потеет ну еще и ролепоинты с роботикса на фениксов поставил извращенец а нет на землю все таки еще дроны поехали новые только что нам шара было 200 на 150 вот сейчас гидра пойдет вперед имморталы безобилок зилы немножко на себя урон принимают выигрывают кстати призма могла бы еще помогать подмигривать имморталов ай-яй-яй-яй-яй-яй как же потно напряженка ну призма жешь и харстэм не пробивает это было очень интересное напряженное сражение гиды он так и не успел открыть раз два три четыре пять шесть семь вот переехали рабочие теперь гидов стало десять зато у него и у морталов очень много киллсов должно быть десять двенадцать он дронов убил зергу много тридцать два в сумме мейн у зерга кончился кстати газилка не добывает хотя 900 газа газ по сути и не нужен зергу отсюда рабов с газа надо снимать давно не видел чтоб зерги играли без люры в чистую гидру но тут была необходимость люркер дэна до сих пор даже в продакшене у нам шара нету грейда на собак на атаку на защиту хе-хе-хе ну вот чистый гидрей я конечно опасно ею так как гулять просто чистый гидрой неприятное забегание зиотов которые надо быстренько решить молодцы зилки отменили хату минус 400 минералов для нам шара это сейчас довольно серьезный удар тос уже нычку на золоте ставит жеесть а здесь кора всю энергию на фотонаверчаж уже потратила поэтому гидра продавливает этот фронт рабочих нет только не роботикс только не кору и начался небольшой хаос сюда пару зиотов харстом отправляет призму с собой к основным войскам подводит лишает противника лаэра уже во второй раз за игру не стала гидра отвлекаться и тратить время на убийство нексуса минус гидроден 1500 газа можно было столько инфесторов добавить и просто забрасывать противника один мико скинул все иммортовы без обилки минус нексус тут какая-то погоня здесь минус хата здесь минус хата тут минус зиот тут минус квини сейчас возвращается а камни то не разбиты гг гг слушайте ну достойно харстом сыграл как вам кажется весьма достойно очень уверенно микрил ну вот чуть-чуть бы ему вот экономику обрести ну обратите внимание рабов перевести не забыть на четвертую базу гейтлов добавить буквально три штуки и все было бы здорово то есть он бы еще тогда продавил у него просто очень он во время того когда пушил он очень много имов заказывал с двух роботиксов где-то минуты две наверное подряд на эти же деньги он мог прямо на поле вор варпить зилов огромными пачками еще и адептов в какой-то момент мог бы варпнуть штук десять когда они были бы без грейда ну дело харстома молодец харстом молодец дрога против снута самый сильный матч сегодняшнего дня либо дрога снут либо харстом ю термал я лично за снута но это лично мое мнение снут не в игре мы его ждем тогда в январе в январе в январе так Так... Пу-у-у-у... Снут против Дрогу. Угу. Лол. В нижней части сетки... Четверть-финал. Лэмбо против Биг Дика Лорда. Такое неизвестно. Так, галочка жестокости. Спасибо большое, Турбрэк. Спасибо. Так, синхронизация. Угу. Звуковые эффекты. Фоновый режим. Готово. Спасибо. Так, следим за Снутом. так, галочка. Так, все. Так. 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 Наоборот, чтобы были кровь, кишки и все остальное, нужно наоборот галочку убрать. Включение галочки выключает возможность экономить производительность. Снут. Снут. Включение галочки. Включение галочки. Сейчас. Что-то странно. Так, кастер добавить. 12 минут снут чего-то ждет. Включение галочки. Так, добавить снут, говорит, да-да. Хорошо. Все, ребят, ждем снута против дрога. Уже как-то поздновато. Быстро день пролетел, хотя еще есть что посмотреть. Тут, я бы даже сказал, немало игр еще осталось. Музыка меня вообще удручает. Комментить под нее ужасно. Ну, просто если я буду слушать любую музыку, которую захочу, мне придется... Ну, потом будут мои воды на ютубе банить. Это будет отвратительно. Или они будут без звука, или еще что-нибудь такое. Ну, куча геморроя, короче. Вот так вот. Ура! аидус это хоместория здесь люди адекватные холмстори уже 5 лет стримлю вчера с одним админом разговаривал он говорит а кто ты я говорю чувак я тот кто стримит холмстори дольше тебя точнее дольше чем ты его администрируешь так вот ужас так добавить это сюда туда это здесь привет джек так у тебя же есть артурчик артурчик что ж ты такое мне не повин не напоминаешь ты ни о чем артур зерк подписался на премиум на goodgame.ru вот так вот так варди в своей игре soul denver и чё меня не заинвайтили что ли вы чё гоните блин пока с вами болтал игру про вафлил печалька так импрув импрув это же варди да нет по моему да ну вы помните этого парня мэдман тогда тоже не было ты не ошибся блин написано что он в игре уже не понимаю так добавить 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 как жиза нормасик пиццу него задержка больше пяти минут тума сошел о смотрите чувак тоже собирает деньги на на хомсторе блин откуда он я не помню 240 400 баксов 400 баксов 400 баксов ну да нормальная сумма для поездки один день так щас жек подожди пожалуйста жек 1 подписался на премиум на goodgame.ru спасибо блин чё ж так долго то придется вот так стримить щас оп оп чтобы успеть прыгнуть в следующую игру щас где у нас где у нас снуд а вот он все поехали надо потише сделать дрога против снуда продолжение хомстори самый сильный матч сегодняшнего дня все остальные матчи до этого были довольно таки средненькие а это вот прям битва таких серьезных ребят очень серьезных я бы даже сказал и чем это все закончится мы узнаем уже совсем скоро это было 3 напомню что это квалификация на хомстори кап и сколько квот разыгрывается в ней кстати я так и не посмотрел расскажу поездка на этом турнире не оплачивается потому что ну хомстори это не какая-то супер мега огромная организация типа vcs blizzard и так далее это просто турнир дома у тейксона конечно воистину уникальная штука в полоске доната показано сообщение madman не было сообщения вообще никакого такое часто бывает кстати ну последнее время почему-то поэтому попрошу тебя написать саппорт там есть почта где в разделе доната сверху на нее надо написать ни сообщения ни уведомления не было я проверил вот так вот деньги уходят до клиента не доходит бойлер ты здесь тебе в техподдержке что-нибудь ответили у него тоже такая фигня была 3 квоты разыгрывается на этой квалификации причем именно квоты то есть возможность принять участие на турнире на который нужно еще и доехать поездка обычно туда ну и как раз и занимает под 500 баксов даже какие 500 баксов ну по меркам ну для европы 500 баксов это нормально для меня допустим мне нужно минимум 50 тысяч чтобы туда попасть а это сколько там баксов ну почти косарь грубо говоря 800 900 700 не знаю 7000 ну да примерно 800 долларов причем особо ничего даже не покупая там тупо билеты кстати надо посмотреть сколько вообще будут билеты стоить надеюсь я захват поменял да слава богу так открытие через адепта ораклом от дрога ммм ой как же круто под этим оверлордом дрога поставил гейты прям на глазах у противника а гейтов больше чем 3 и это может свидетельствовать свидетельствовать об каком-нибудь алыне или под пушей или что-то еще такого что-то в этом духе но опять же я немного смущаюсь почему гейтов всего 4 не 5 не 6 не 7 не 8 это же это же мало я бы даже сказал очень мало нет захват не кривой захват нормальный о то что чата на экране нет это ты прав вот теперь нормальный мало что удается этим оракулам нахарасить но главный плюс такого оракула если ты даже фениксов не делаешь в том что если ты его не теряешь ты можешь постоянно разведывать противника если вдруг там долюры он доживет то это бесплатная обилка на вижен если вдруг спорок нет и зеркалявят феникс нас ждет рабов ну 300 газ и я считаю тоже довольно таки дороговато для такого юнита которым надо еще постоянно управлять легко не volang на справках на квинах ааааааа нехсуса нету вообще протас сейчас мог нажать кнопку с ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёяй Абаки, Склоров, Атон Оверчарж, 2 СН3 спаслись, и тем временем, правда, сделал поджим с двумя Ораклами, адепты заходят за минеральную зону практически на вторую базу, но... Куда, куда, куда адепты пошли? Так ты же уже не убежишь отсюда, почему ты... А, он ТП-шится пытается. Это была абсолютно плохая попытка от Дрога, я не очень понимаю истинного смысла этого выхода. Во-первых, у тебя третьей базы нету, технологий нету, гейтов у тебя всего 3, и ты пошел в атаку даже без доварпа, без пилона, который мог бы позволить варпить... Ну, дотихание это называется, да? По-хорошему. Сэндрик. Нет, ну вот каждый раз, конечно, тратить энергию ради таких забегов я вот смысла не вижу. Надо Корун, может быть, даже сюда повесить. Собака сбежала внутрь, увидела только сейчас в заказе форжу, это очень важный момент. И самое главное, что увидела эта собака, она увидела, что там больше ничего нету. То есть, ни Дарков, ни Роботикса, ни Стергитов, ни Воздуха, там вообще ничего нету. И ты просто берешь и делаешь, что хочешь. Зерк зачем-то заказывает собак, хотя... Или он не видел выход третий Нексус? Он боится еще одного подпуша? Четыре Квенеи. Четвертая Хата отснута. Главное, успеть в следующую игру залететь. Два опасных Роботикса на третьей базе. Столько Протсов наступает на постоянные грабли, когда ставят его туда. Или даже их туда. Ну, собаки, конечно, его не отменят, потому что рядом очень много юнитов. Но все равно это стрёмно. Люркер Тен. Для Гидры, кстати, апгрейд не был заказан, поэтому Гидра будет какое-то время без апгрейда. На скорость и дальность. Плюс ко всему, Зерк продолжает очень активно бегать лингами, постоянно контролировать карту. У него получается эта Круза. И он все время видит, из чего Армия Протса состоит. Ни Твайлайта, ничего. Как же Дрога странно играет. То есть максимум юнитов, минимум грейдов. Как будто прям ждет, что его будут пушить. Разведка иллюзий только что принесла инфу, что четвертая база работает уже с газом, причем нормально. Я думаю, что это намек о том, что люркеров будет немало. Ну или чего-то там такое газовое еще может быть. Ну, что кроме люркеров может Зерк газового заказать? Муту. Грейд набранил в продакшене. Харстом... Ой, почему я говорю Харстом? Друг опять выдвигается в атаку. Два Эволюшна у Зерка пошли еще. А зачем два-то? У него же один уже есть. Переборщил с одним Эволюшном. Вот Вижен. Он видит люркеров. Отличный момент для атаки. Просто отличный. Минус все линги. Найс филды. Кстати, столько собак, они выиграли довольно много времени. Я бы даже сказал, очень много. А Имморта-лорта собирается вообще Дрогу подстраивать? У него два роботикса простаивают все это время. Пошла колосятня. Неужели мы все-таки увидим Шарвин наконец-то? Неужели? Как же я долго ждал этого момента. Но один Иммортал это стрёмно. Чистится крип, естественно, чтобы зеркало так сильно не двигало, чтобы у него карта не была такая... Ну, вся в его... ...в его, в его, в его... ...власти, так будем называть. Дежавю мы сегодня уже видели между Харстом и еще кем-то... А, между Намшаром, да, шведским зергом. На этой же карте, в этой же самой позиции, ту же самую ситуацию. Только, правда, тогда зерк атаковал, а просто собранялся. Два дизраптора в продакшене. Так, и я прыгаю в следующую игру с нудо. Надеюсь, я успел. Да, успел. Отлично. Просто отлично. Геграфон. Я все равно не понимаю причины, по которой Протас мастит сталкеров в таком количестве. Каким образом они вообще помогут? Нет такого Блинк Микро, который убьет Люрус Гидрой в таком... ...в таких огромных, так сказать... Короче, так много Гидры. Тут даже слова не надо придумывать. Все так понятно. Филды наайс. Ой. Очень вовремя это произошло. К сожалению, забегание лингов. Видимо, отменят четвертую базу. Овер не успел нагадить. И очень будет неприятно, если придется эту базу отменять. Два дизраптора. Неужели не хватит? Неужели нет? Линги-то грызут все это дело. У них 1-1 грейды. У Тоса тоже 1-1. Инфистарня в продакшене. Зерк куда-то перетянул все свои войска, но забыл про камни. У него вижена не было из-за того, что здесь не было. Ой-ой-ой. Почти хату дожал Тос, но вовремя отступил. Он мог вообще все отдать, если бы еще секунду там простоял. Какие филды! Вы посмотрите, сколько Гидролисков отжалось. Разбей камни уже, наконец. Расширь проход. Этот Нексус, скорее всего, погибнет. Потому что не успеет его зерк убить. Ой, точнее, протас. Он еще промахивается немного дизаптерами, потому что гидра была заспличена. Еще 2 шара. Найс! Вот это уже неплохо. И основным лимитом сверху снуд сейчас заходит с люркерами. В одном месте люркеров закапывают, а в другую сторону нападает Гидрой. И заставляет Тоса идти. Блин. А, Гидролиск сейчас убьет Нексус. Это будет просто провал. Куда попали шары, пока непонятно. Линги прорвались на вторую нычку. Блин, какая напряженная ситуация для Дрога. Я бы даже сказал, печальная. Рабов меньше, лимита меньше. Еще и свейпион убит. ГГ. Да, ГГ. Эту игру Дрога проиграл. Ну, опять же, непонятно, до каких пор он собирался массить сталкеров. А тут, тем временем, хорошая графика. Сейчас на Ютубе забаню, идиота. Так. Пожаловаться. Заблокировать. Закрыть доступ к видео на канале. Ужас. Так, надо эту страницу, наверное, закрыть. Она нам не нужна? Нет, не нужна. Поехали дальше. Так, захватик, и погнали. Так, уснута стандартная хата с Газпулом. Ничего нового он не придумал. Он Дрога начал застраиваться и сделал даже кибернетку в застройку, чтобы закрыться побыстрее. А-а-а-а. Тут довольно быстрая скорость, кстати. Достаточно быстрая. Какой-то баннер на тебе не работает, что ли? Заблокировать. Все, успокойся, чувак. Ты больше не сможешь ничего писать. Алекс Флати подписался на премиум на goodgame.ru Спасибо, Флати. Все, решили вопрос с Ютубом. Шейм, забань, пожалуйста, его на 30 дней. Я думаю, ему этого хватит. Скоро. Гид очень-очень быстрый гид и Дрога сделал. Мне кажется, это не случайно. То есть он через три быстрые гид и Дрога переходит без технологий в третью базу. Кастом уже играл через более агрессивное начало с выходом с Fast Robotics. А у Дрога тем временем Рокотикс только сейчас пошел. Буст уже можно с кибернетки куда-нибудь кидать, например, на Nexus. Если уже бустить, то бустить рабочих. Кибернетку для этого бустить не надо. Много сентрей. Похожим образом Протасы выходили в нычку в Ходси в какое-то время. Если помнить, это было через масс-центриков. Через гидовое мясо. Было дело. Ну, Снуд тоже решил агрессивно сыграть. Это не просто какой-то макро-опенинг. Он сейчас настроил уже хорошо рабов. Он мог бы выйти в дальнейшую агрессию. Но он часто на этой карте играет в определенный стиль. Который лично я называю немножко странным бредом. Весь прикол в том, что он почему-то в последнее время именно на Уллении играет через Москвин с лингами-роучами. Через быстрых рачей с лингами. И очень долго сидит и копится. Копится, 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 копится. А потом фига. И начинает играть в макро. Нафига копился вообще непонятно. У Тоса Тринексуса сиди да развивайся. Делай что хочешь. Но. Снуд выбирает агрессию. Через лингов, рачей и реведжеров. Но не на полный максимум он вкладывается в эту атаку. Он все равно заказывает эволюшн, лэйр, газилки и сейчас начинает дрониться. То есть это такой подпуш. Чисто вот билд у него есть такой подпуш и он его сейчас использует. Лингера лагеры. Но вложись ты немножко чуть больше в эту атаку и ты просто убьешь противника. Тут ничего кроме СНТ нету. Вообще ничего. Кстати да, ставочки надо делать, не забывайте. Ставочки важная штука. Надо сейчас будет посмотреть. Может быть на что-нибудь поставим. Хорошие филды. Очень много энергии. Здесь Тоса сейчас вытащил зерк. Ой. Блин. Как же неудобно. Дайте за того нормальный. Ой, сейчас минус кора. Нет, кора все-таки сдвинулась с места. А, нет, не попал бы там. В пилон прицелился почему-то снут. Раскачивает нычки. 7 из трампов он уже сделал. Он сейчас Тоса очень сильно напрягает. У того тем временем уже готовы и тимпуарня. И архоны появляются. Но газилки до сих пор не работают. Тос очень много варп изделов. И снут таким образом разводит противника на подзаказы. Но так как протест не делал апсов, по-моему. Да, не делал апсов. У него нет инфы, сколько там бас и как там вообще все раскачивается. И стоит ли сейчас, допустим, зерк вот тут вот с своими войсками. А его тут уже нету. Зерк уже равагерами ушел домой. Он уже не планирует пушить. И Тос вот этого момента не прочувствовал. И не увидел, собственно. Минус линги. О, а чего, вера можно забрить. Тоже приятно. Давай, 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 давай. Ну, 100 минералов хотя бы. Гениальный вопрос на ютубе. И вот она атака. Причем какая стенка из эволюшенов интересная. Кидаешь сюда два форселда и убиваешь противника. Какие филды за спину! Но кроме Сентея здесь дэмэдж-дилеров-то больше нету. Точнее, кроме Сентея нет вообще в армии процесса почти дэмэдж-дилеров. Два иммортала и два архона. Но один уже вскрывается. От зерка сейчас происходит до заказ 20 роучей. Если сейчас зерк соберется правильно всем лимитом... Ему бы сейчас лингов, конечно... Ну, там архоны пока нет. Линги сейчас не в кассу. Хотя тут сталкеров варпнуло, а не зелков. Можно попробовать здесь отбиться. Можно. Вполне можно Сенте сделать. Ой-ой-ой-ой, сколько дронов поехало в пуш! Господи, сколько мяса! Сколько же мяса! Сколько дронов! Вот использует какой-то... А как он проехал, когда он успел выделить вообще все это добро? Но именно вывод рабов помог ему сейчас отбиться. Во многом помог отбиться. Четыре хата у него есть. Вот здорово, когда игрок такого уровня бросает все. Лишь бы отбиться. Сделать все возможное. Причем рабов он почти не терял. 48 на 63. Боевой лимит. Почти. Вернулись и Мортал из битвы. Оба магистры по 15-17 киллсов. Да, всего лишь 15-17 киллсов. 60 дронов на 64. Снут очень быстро восстановил экономику. И люркеры, которые позволят ему сразу не умереть. В случае, если тот сейчас в атаку пойдет. Обсерверов, кстати, до сих пор не завезли. Кстати, ни одного оверворда. Ни от призмы, ни от дропов. Причем даже протас контролирует золнагу. Видит, куда велистят оверы. Вот ему понять, что там уже люра. А протас на мейнизерке был. Он только лаэр видел. Вот в таком состоянии. Клевый логотип. В игре он получше смотрится. Минус Квини. Грамотные дропы. Хотя вот эти зелки обречены на смерть. Но одновременно с этим выход. Вот, выход с абсервером. Чистится крип. Правда, тысячи минералов это не то, что надо тратить. Вот эти зелки еще и хату забреют. Ой, как люркеры быстро передвигаются. Можно уворачиваться от выстрелов люры. Дрога. Покажи микро. Какое микро? Нет, нет микро. Еще и зелтов спас. В конечном итоге уснута реально проблема. На мейне экономики нету. Здесь все окей. Тут все окей. Дроны переехали. Четвертые базы поехали на мейн. Тут сейчас надо восстанавливать нычку. Желательно это было сделать сразу. А он какого-то дрона выделил с третьей нычки. Да, и поставил хату не сразу. Еще люркеры. Тот самый овер. Если бы у зергов не было люры, можно было бы какие-то придумывать миксы со сталкерами, с адептами, еще с чем-то. Можно было бы чаще в штормы играть. А так как там люра, приходится играть в имморталов, архонов, зелов. Я надеюсь, что именно это исправят. Только есть два способа, как это исправить. Ухудшить имморталов. Или ослабить люру. Восемь архонов у Тоса. Довольно серьезный микс, правда, против эволюшенов не попрешь. Вообще, знаете, что странно? Вот я только сейчас вспомнил об этом. Помните, когда Протас первый раз вот сюда нападал? Когда зерг построил вот здесь три эволюшена. И вот здесь стоили войска зерга. Почему зерк вот так вот по укругам не встал? С самого начала. Зачем он вообще пустил Тоса вниз? Привет, бодрого стрима. Говорят, это какая игра? Это StarCraft 2, Legacy of Zoid. Ну, никнеймы игроков на экране, соответственно. Ой, какая позиция у люркеров. Обсерверы есть. У Тоса реально мощная армия. Посмотрите на эту мощь. The Power of Protoss. Люра перекапывается еще раз. У Тоса до варпов нет. 2000 минералов, 1000 газа. Ой-ой, какая билка сочная. Тос, реколица. Но отдает еще и Архона с темпуаром. Нет, только темпуаров. Столько денег. Ну где же призма-то, когда она так нужна? А-а-а-а, понятно. Призма на мейне. Добавить гитов, наверное, стоит. Так-так-так-так-так-так-так-так. Жива. Молодец. Призма справилась со своей минимальной задачей. Кстати, четвертой нычки-то нету. Опять же. Хоть... Ну, сейчас и много потерял. Он пока что еще в игре. Появился муталиск зачем-то. Интересно, а друга видел своим зиотом этого муталиска? Сразу пошел блинг. Молниеносно пошел блинг. Один муталиск, все, сразу блинг в заказе. Чувствуете, да? Не буду. И фотонки в рабах пошли. Пипец. Как же Дрога перепугался. Он просто увидел одного муталиска, которого случайно зерк заказал. Вот это жесть. Тост там фотонками обмазывается на всех базах просто. Просто на всех. А там Грейт Спайр. Там даже нет муты. Как же легко вот прогеймерами манипулировать. Просто пипец. Я хочу так же на ладре заказал одного муталиска. И противник заказывает 20 спорок. Классно. Пятый Нексус. Еще три люркера. Сколько у тебя люркеров-то? Нормально тут люркеров. Теперь зерга придется подниматься наверх. Плохая позиция для Тоса. Там люра очень офигенно закопана. Ой, там еще и облака зашли, кстати. Но облака кинули с зергом не туда. Сверху было только дотекание. А вот здесь был основной лимит Тос. Архоны и Мортовы. Нужно было вот сюда все облака кидать. То есть вот так вот. Раз, два, три. Вот эта вот вся область. Чуть-чуть, чтобы все юниты были ослеплены. Доблю равную силу дамаг во всех сразу. Веллплей пишет Снут. Но, честно скажу, Снут плохо защищал свою четвертую базу. И атаку в начале агрессивную провел довольно интересно. То есть вовремя отступил. Но не довел игру до конца. То есть вот он... У него было преимущество, но он его не реализовал. И очень много на дропах, на забегах терял. Постоянно терял рабов. Постоянно терял четвертую базу. Три раза за игру. Или два. Не помню. О, 400 зрителей. Наконец-то. Давайте, пацаны. Чем быстрее у вас будет 500, тем быстрее я вам кое-что покажу. Так, и я в следующей игре с Снутом и Дрога. Говорят, вы видели? У люркера часть анимации атаки под землей. Он там какими-то ножками двигает внизу. Но это ж люркер. Так, и Дрога запускает игру. Погнали. Вот если бы все игры за сегодняшний день были такими же интересными, как это, было бы круто. Но тут такая квалификация. Странно, кстати, что на этой квале никого нету из русских. Хотя, чё я удивляюсь-то? Даже Буа из турнира вылетел. Завтра будет еще одна квалификация, кстати. Ещё одна. Я на следующей неделе со своей комнатой перееду... Из своей комнаты перееду в другую. Проведу туда интернет. И буду в очень неудобных условиях стримить. Здравствуй, Стас. Где стол я пропустил или ещё не вышел обзор. Ремонт у меня ещё не вышел. Нельзя завести. Вообще ничего нет пока. Через три недели ремонт должен быть закончен. Так, слушайте, а мне же мастер не позвонил. Как же вы бесите, уроды! Как же... Сейчас я напишу кое-какому человеку. Одну секундочку. Ой, Протас, красавчик! Два пиона поставил! Умничка! Посмотрите, сколько денег у Зерга. Вы просто посмотрите на количество денег у Зерга. Давайте эту игру посмотрим, потом уже... Просто посмотрите, сколько бабла. Сколько бабла! Даже если вычесть деньги на эти два пиона, то всё равно у Зерга сбился нереально. Тайминг клин, тайминг дронов, тайминг инъекций, тайминг крипа, вообще тайминги всего сбились. То вторая база очень долгая. То это... Когда ремонт закончится, я всё покажу. Я сделаю видео, обзор комнаты. На стриме, на вебке покажу. И фотки покажу. Всё покажу, пацаны. Всё будет. Уверяю, вам понравится. Если, конечно, это всё сделают. Если нет, я расстроюсь. Грызутся камушки. Причём свои. И протас свои камни бьёт. И собаки свои камни грызут. Все заняты своим делом. Так. Так. Так Линк палит камни Овер палит камни Овер палит камни и будет, наверное, залетать Каким-то образом И вот только готова стенка И три Нексуса Абсолютно логичное и правильное решение Для этой карты У Снута, кстати, до сих пор нету газилок То есть он физически не сможет сделать Никакой агрессии, тосу в ближайшие минуты Две-три точно Ну прям вообще сто процентов Есть, конечно, отчаянные зерги Которые добавляют роуч ларин Делают рачей, потом немного ралагеров И начинают спамить собак Ну Снут лучше в макро сыграет, чем будет Так еще раз пушить Если он на ульрене не смог То здесь Ну, не знаю, я бы не стал этого делать Пока ты добежишь Хотя и бежать на самом деле не так уж и далеко Вот видите, дрога вот более грамотно застраивается Застройка на рампе Раз, два, три, четыре, пять Стопа, у него... А, вот дырка Мне показалось, застройка глухая Азил это не увидел Спасибо, Суслик, привет Чатик, будьте любезны Вот Все самые теплые слова, которые вы знаете Можете сказать чуваку с ником Суслик182 на Гудгейме Это очень классный человек Которому я буду должен Очень долго И много Порки при виде оракла Он мне очень помог Так, дабл роба Третья ночка раскачивается Очень быстро газилки добавляет Протас к третьей базе Он, по сути, только начал эти газы добавлять Куда ему столько газа-то? Как бы это не было Слишком технологично А то помните недавно Какого-то ТОСа Вот мы буквально на днях смотрели Он тоже пошел очень технологично Вышел в третью базу Старгейт, Твайлайт Два роботикса И что-то пришли к нему И вскрыли вообще его сразу А, это была атака через вот эти камни С пятью люркерами Ну и быстрые собаки С немножко с гидролизками И вот ТОС вообще ничего не было Он просто Уехал Сделай свой турнир по Старкрафту Я сделаю Сделаю Три недели ДТ-Оптимист Но мне сказали, что две недели будет ровно делаться ремонт Полностью весь абсолютно по контракту И через неделю На следующей неделе мастер начнет Просто Ремонт мог бы начаться и на этой неделе Сегодня, например Но майские праздники, поэтому Самая тупость, что Все это попало на майские праздники Если бы не майские праздники Уже бы все готово было Я неудачник Отчаянные домохозяйки В виде Сентрея Пытаются убить камни С никакущим уроном Опять муталиск в заказе Вау Что за фишка? Снут давно ее начал юзать? Разведка одним муталиском Ну а что, муталиск По сути чуть дороже аверсира И Быстрее Дропчик Два муталиска Три муталиска Боже Я, наверное, пять лет В своей жизни ждал Когда зерги Начнут делать буквально Как, знаете, как терны раньше делали Одного-два викинга Ну, чтобы контрить дропы, допустим Призму И Снут сейчас делает Три муталиска А-а-а Зилотов можно, естественно, убить Фениксы Ну, Старгейта Протаса уже есть Почему-то он четвертую базу делает Очень поздно Он же камни разбивал И посмотрите на армию Протаса Вот сейчас Просто гляньте Два иммортала Три зилота Один адепт Четыре феникса Трисен-три То есть в сумме Как бы десять юнитов, грубо говоря И он красавчик Потому что Только что он ослеп от качества Бедняги Зилоты Их уже не спасти Вот если бы Шестнадцать гидравов Снут начинает давить Четырехат Не выходя В В Чтобы она работала То есть в него Выходят И все Обычно на этом моменте Игра заканчивается Потонка Потонка одна Печаль для Протаса То, что он стоит Как бы в низине И ему подниматься Наверх Не выгодно Вот если бы сейчас Здесь люра была Какая-нибудь Было бы больно Так Мута Собаки Фениксы Причем Тос не понимает Какой именно Лимит ему строить Ну ему И мы И мы Штормы Ему точно нужны Это сто процентов Привет Ирфи Но это уже По Будет Кабириться В процессе Как у тебя Кстати Добро Зерксторик Обзамутим Ха-ха-ха Ну я был бы рад На самом деле Как люра Закопана Красиво Вы посмотрите Как Каким широким Фронтом Она закопана Как ровненько Да Такую осаду Не просто сбить Особенно С такой Застройкой Так Ой Как узко Нападает Дрога Жесть Штормы В гидру Легли Просто царские Просто Царские Но лимита Боевого Тоса Нету 200 на 130 Фениксы Поздно Пошли в бой Но гидра Все убьет Да Гидра Все убьет Сейчас прибежит Огромная Туча Собак Тут еще Квены Стоят С полной Маной Можно было бы Взять 5 штук Золото Кстати Не работает До сих пор Блин Прикольно Передзерк Тебя не слышно Булзунок Подергай Дрога борется До последнего Юнита Вылетела Кора Толку В ней Нету Да Ну Что сказать Мощная атака Через камни Слюрой Протас Просто не смог Это отбить У него Весь лимит Вот весь Боевой лимит Такой был Тоса Через вот этот Усенький проходик Наламывался Вниз Вы видели Да Здесь была застройка Тут пройти было Практически невозможно Тос вот через этот Усский проход Проходил всеми войсками Плюс еще Его было меньше Чем противника И Фениксами Толком Он не смог Нормальный дэмэдж Нанести Ну поднять Люркеров Допустим До основного Замеса Хотя И Дрога Хорошо Ну Харасил Неплохо Спасибо Кучас Так И у нас Что выходит 1-1 Да 1-1 Между Снутом И Дрога Интересный матч Прям видно Такую Ну Борьбу Между этими Игроками Бывает что Просто игроки Играют игру Они сыграли Игг Тут именно Какое-то Сражение Такое Небольшое Перепугался Мунты Опять Тос Перепугался Какие качества Развиваются У игрока При игре В Старкрафт 2 Ну Если ты Не ставишь себе Цель Играть Хорошо То у тебя Никакие качества Развиваться Не будут Кроме Геморроя Конечно А вообще В любой игре Если ты в нее Играешь серьезно И много Развиваются Все качества Ну Их много Очень Не перечислить Реакция Скорость мышления Умение Планировать Время Это вообще В жизни Одно из самых Полезных Качеств Чувство Ритма Там я не знаю В принципе Пальцы у тебя Не застаиваются На месте Допустим Когда ты пишешь Ты просто пишешь И у тебя Допустим Руки Болят со временем Пальцы Устают писать А когда ты играешь Все время Они у тебя Все время в движении Кстати в этом плане Это довольно круто Для кровообращения И всех остальных тем Как бы Все время игра И у тебя пальцы Всегда в движении Особенно на левой руке Ну вот у меня Левая рука Например Немножко теплее Правой Потому что Правая просто лежит На мышке И двигается По сути Вправо влево И работает один палец А левая Двигается Вся абсолютно Все пять пальцев Всегда задействованы Они постоянно Нажимают все кнопки Вот так вот Уроки Анатомии Зерктовые Задержка большая Сейчас стоит Потому что Мы официально Стримимем турнир Слушайте А я не перепутал Со счетом ничего Ааа Блин Снут же играл До этого На другой карте 2.1 Снут выиграл Снут выиграл Уже Ребята Че ж вы меня Туплю 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 Да 2.1 Так Смотрим сетку Ютермал Выиграл Харстома Снут попадает На Ютермала Ааа Лэмбо играет С Биг Диком Биг Дик Так Это полуфинал Это понятно Че-то в лузерах Тут вообще Нифига не двигается И вот эта вот игра Меня напрягает Слишком долго Она идет И вот эта игра Меня напрягает Денвер против Фанка Там же что-то писали Про них По-моему Час назад Угу Чуваки Которым не слышно Дергаете ползунок Ха-ха Найс Мана против Хиллера Я бы глянул Блин Мне мана Очень вообще Симпатичен Как игрок Ну как Протосек Не как мужчина Причем вот Мана Никогда По-гейски Не играл Он всегда Играл в честное Макро Через Разведку Через Развитие Так что Адекватный Игрок Ну и не такой Эмоциональный Как Харстом Хотя Смех Смехом Но именно Харстом Как ему это удалось Я реально Не знаю Просто Как Харстом Выиграл ВЦС Китая Я просто Не понимаю Ну почему Не Снуд Почему не Мана Почему не Еще кто-нибудь Почему Харстом Как это вообще Получилось Стас 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 Туннельный синдром Развиваешь Нет Ну туннельный синдром Развивается у тех Кто вообще 24 на 7 Кучу лет подряд Играют Если ты играешь Там по 5 часов в день Да ты господи Даже как я Ну хорошо Вон я даже 5 часов в день Не всегда играю Если ты играешь Даже по 5-8 часов в день Ничего у тебя не будет Все будет нормально Просто не забывай Что такое холодильник И выходи из недели Хотя бы В неделю Раз из дома И все будет норм И не надо Переусердствовать Надо уметь отдыхать Надо уметь делать паузы И не надо затрачивать Очень Очень долго Туннельные синдромы Только у совсем прям Прям супер лютых задротов Смотри Чатик взбодрился немного Добрый вечер всем Ночи Да Так Мана хилер Да Мана хилер Хилимся Живем Бумбокс Оптимус Тефель Намшар Оэмбо Бигдик Ладно сейчас попробую Что-нибудь найти Надеюсь получится Так Мана в игре Угу Тут не интересно Я кстати Когда у меня будет Сделан ремонт Я вам уже говорил Я сделаю такое видео Я думаю Это будет довольно интересно Ну лично для меня Я сделаю Так сказать Ну небольшой гайдик О Скажем так Созданию Ну игрового рабочего места Типа Как вот Как я считаю Как лучше сидеть Как я считаю Что как должно быть Как должны лежать руки Как должны стоять ноги Ну такой типа Короче гайд Как жить Типа Как правильно Быть задротом Интересная идея Она ко мне пришла в голову Когда я На ютубе Увидел Один ролик Где чувак Дел обзор Своей комнаты Я не сегодня Может быть завтра Вам на стриме Покажу этот обзор Господи Какая у него комната Я просто Кончил Это охренеть Я Именно завтра Вам покажу На стриме Что у него за комната Как она сделана Что там в ней сделано Зачем в ней сделано Это просто не передать Комната мечты человека Ну Геймера Естественно Просто комната мечты Просторная Большая Красивая Все включается Светится Подсветки Это очень круто Так Это нам Шар против Гуру Там Какое-то Польское завозе Пользовательку Аэт Мадмэм Поддержал Зергана 100 рублей И написал Здоровитта Го после турнира Сразу фильм Или что-то С подписотой Она ведешь Жене железное Давно не было А еще Оформите Прям товарищ Го Во игры С ядерками Забавно Спасибо Мэт Напомню Кстати Если вы не в курсе Сейчас пока Даже перерыв Быстренько Покажу А то я сегодня Еще об этом Ни разу не говорил Йоу А если вы Поддерживаете стрим Подписывайтесь на прем Или донатите От 100 рублей Ваш ник Запечатляется Вот на этой стене Ник Запечатляется На стене Любого размера Чем больше Донат Тем больше Никнейм Никнеймов тут Очень много Все показывать Не буду Но их Очень-очень Много И за ближайшую Неделю Нужно еще Вот эту вот Стену Вот эту вот Стену Вот эту вот Желательно Тоже Забить Никнеймами Вот Поэтому Всех Кого я Кто меня поддерживает Я Что за фигня А я Стабильно Пишу Туда За сегодня Правда Пока не писал Все Продолжаем Где моя штука А вот она Знаю Крис Я все знаю Это первая Надо до 4 числа На эти время Сделать гайдец Так Тут Звозе Здесь все понятно Twilight Console Это у нас кто? А Это французские Стримеры Так Кто этот Господин На киви Кого писать Сейчас Посмотрю Комментарий Дрога Стримит Какой-то Свой репл Он пошел Покушать Это очень Интересно И здорово Нам Нужны Нормальные Игры Здесь Перерыв Ничего не Показывают Блин Неужели Никто Мана Не стримит Буржуи Зажрались Так Снут Ютермол Лэмбо Мана Мана Хиллер Элайзер Ботвинник Ага Ну В принципе У нас Выбора Особо Нет Что Пас Против Ютермола Играют Или Нет Они Даже Не Начали Играть Потому Что Никто Эту Игру Даже Не Стримит Все Стримеры Заняты Ютермол Попросил Перерыв И Начнется Минут Через 5 Есть Один Стример Который Возможно Меня Может Заинвайтить На Игру Маны Надо Дождаться Пока Он Ответит Хочу На Стену Все Сделаем Шеф Могу Тебе Знать Через Steam Нет Я Не Пользуюсь Steam Ну Пока Перерыв Можно Вот Эту Игру Посмотреть Какая Жесть Фиолетовый Зерк Фиолетового Цвета На Фиолетовом Крипе О Господи Иисусе Чего Происходит Нужно Нужно Для Царского Места Для Никнейма Стас Ты Уже Ты Уже Должен Быть Там Написан Давай Будем Честны Так Непутевый Напрем Непутевый Ага Спасибо Братья Короче Тут Какой-то Хаос Утерна Какая-то Супер Мега Люда Анархия Защита Просто Какая-то Супер Мега Невероятная Пробить Его По земле Тут Вообще Невозможно По-моему Двойная Застройка Сапплаями Ну вот Именно По этой Причине Зерк Сделал Нидус Чтобы Хоть Как-то Нанести Какой-то Урон Экономике Захват Сделал Сделал Где Ванчат Блин Психи Против Люры Не катят Потому Что Чтобы Убить Люркера Нужно Три Шторма Ультралы Закопка Третий Грэйт На воздух На Бродуарда Почему Не на Атаку Зачем Броня Трэмликвит Это Что-то Типа Гуд Гейма Но Это Самый Большой В принципе Да Ты Прав Это Самый Большой Европейский Зарубежный Сайт Англоязычный Международный По Киберспорту Вообще Ну В основном По Старкрафту Но Там Еще И Другие Игры Ну 90% Там Всего По Старкрафту Потеря Зрения Развивается Потеря Зрения Развивается От Кучи Факторов Ты Можешь Родиться И С 5 Лет Носить Очки От Природы А можешь Всю Жизнь Сидеть За Компом И Очки Не Одеть Спасибо Большуще Мы Мы Обязательно Сделаем Ну Я После Ну Либо Во время Перерыва Либо Попозже Напишу У вас На стене Всех Кого Обещал И Каждый день Я эту стенку Обновляю Ко мне Все Кто Домой Приходит Заходят В комнату Смотрят На стены Но Никто Ничего Не Говорит Все Просто В шоке Думаешь О будущем СК2 Как Спорта Многие Говорят Что Скоро Таркав Загнется Ну В СНГ Он Уже Давно Загнулся В Европе Я думаю Нет Еще Зависит От того Как Долго Будут Всякие Турниры Просто Старкав Даже Если Его Убрать Со всех Турниров А на Что Его Менять То То Нельзя Просто Так Взять И убрать Игру С Какого Турнира Ну Со Всех Турниров Допустим На Стриме Задержка Ребята Три Минуты Три Минуты Если Задаете Вопрос Ждите Обязательно Ответа Пипец Крипа На Мини Карте Страшно Смотрится Ох Пошла Жра Нельзя Отправлять Сейчас Звергу Весь Свой Лимит Вниз Там Слишком Много Гастов Слишком Много Либераторов И Куча Всякой Дичи Наверное Еще Это Контролить Как Умудряется Пошли в атаку Вперед Миколас Беллинги Ультралы Инфесторы Вот Караптеров Добавить Хоть Как Нибудь 10 Брудов Это Все Что Зерга Осталось Но Викинги Викинги Их Сейчас Убьют Терн Потерял Всю Свою Землю Абсолютно Всю Но В ответ На Это Зерк Потерял Все И Плюс Еще Брудов А Терн Потерял Всю Землю Зерк Потерял Всю Землю Но Викинги Всех Брудов Все-таки Убили 105 Собак Зерк Только Что 105 Собак Прикиньте Если Все Это Сейчас Пробежит К Терну На Мейн Представьте Сколько 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 Будет Собак Нидус Я Надеюсь Что В этом Нидусе 100 Собак Кстати Они Будут Очень Медленно Вылезать Из Нидуса Ну Что Это За Забегание Такое Детское 100 Собак Тут Сгрызли Все Просто На Фиг Планетарку Он Дожать Так И Не Смог Кстати А Этот Непонятный Чувак В Таблице Это Был Марино Орд Теперь Я Понял Кто Это Микс По-моему У него Ник В Таблице Был Значит Это Марино Лорд Тоже Забаненный На ВЦ Как И ДНС По-моему До Середины Реда Что Ли Где Сюрприз Да Вот Я Жду Когда На Стриме Будет 500 Человек Что Все Никак Может Я Скучно Комментирую Уже Поздно Правда Вот Если бы Мои Я знал Что Соседи Куда Нибудь Уехали На Майские Праздники Было бы Здорово Я бы Сейчас Мог В полный Голос Разговаривать Пишет Бог Зашел На Стрим Смотрит Старик Ты Уже Два Раз За День Приходишь Два Пришествия Бога За Один День Ты Серьезно Ой Как Либератор Отдаются Коррапторы Просто их Ваншотают И Ультральщиков Сюда Подключить Чтобы Пехота Не могла Коррапторов Убивать Зерк Не дождался Немного Квин 35 тысяч Потерь На 23 Обалдеть Несмотря На такую Активную Игру И Кучу Разменов Терн Не так Уже Много Потерял В принципе Я вспомнил Кому я хотел написать Какой шикарный Микос Жалко Викинги Были Не в стеке Они Еще Садятся Чтобы Помочь Дэмэджам Против Ультралов Но Это Зря Они Просто Разлетятся В секунду Там Викинги Почти Ультралов Дамаг Не наносят Лучше Пехотой Покаять Вот Кстати Из всей Европы Мне кажется Марион Шаг Выстрелом Да Ну В Европе Вообще Мало Теранов В принципе И мало Теранов Которые Еще Строят Так Много Мародеров Как Он Стоит ли Компанию Проходить Конечно Стоит Чего Чувак Компания Это То Для чего Люди Старкафт Покупают Есть Даже Отдельный Процент Людей Которые Не Играют В мультиплеер Которые Покупают Игру Только Ради Компании Кэш Стоит Тем Более Ты можешь Купить Старкафт За 400 Рублей Если Ты живешь В России Или в СНГ Ой Инфестр Минус И второй Инфестр Минус И третий Инфестр Минус Воу Я же Всех Инфестров Отдал Какие Дикие Потери Просто Пипец Марин Может Полетел Золото Сверху Занимать А Почему Их забанили Я так и не сказал А Они Ради того Чтобы быть Выше В рейтинге Заходили С левых Аккаунтов И Позволяли Основному Аккаунту За счет Этого Прокачиваться Ну Короче Обузили Ладра Даже Прогеймеры Таким Бредом Занимаются Представляете Непутевый Непутевый А Ну Там Чувак Который Должен Этим Заниматься Самим Разобраться Сложно Но Когда мы Спросили Одного Электрика О том Вопросе Который Поднимался На стриме Он Задумывался Он Он Смог Сразу Ответить Прикольно Макс Что-то Вообще Лютое На мини-карте Творится Пипец ОМБ Раз Два Три Четыре Четыре Нычки У Зерга Закончились Пользователь Лео А0 Поддержал Зерга На 100 Рублей Написал Запечатали По Эльве Меня на Стенке Равно Пасипки Запечатаю У меня Есть полный Список Тех Кто Подписывается На стрим И поддерживает Поэтому Никого Не забуду Давай Сюрприз Будет Тебе Сюрприз Ну Тоже 412 Человек На стриме Я жду Когда Хочу Чтобы Было 500 То есть 5000 Я имел Ввиду Там Нидус На мэй Не утеряно Нидус И что-то Там Серьезное Что там На мэйне Что 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 Это было Такая Жара В игре Это очень Сложная Стадия В которой Играть Реально Сложно Тяжело Оценить Кого Кого Именно Строить Когда Строить И как Использовать То есть Вот В такой Стадии Игры Победа Обычно Победы Трудно Добиться Но Очень Легко Проиграть Элементарным Мискликом Каким-то Или Проходом На Муви Микос Еще Микос Хороший Микос Хараптеры Долго Либераторов Бьют Очень Долго Один Либератор Один Гост Но Зерга Только Утро Считай Жестко Жестко короче порадовались они за немца давайте сетку посмотрим что там о о о что это было блин блин мне прислали инвайт вот мудак а вот просто сука я тебе просто слов нет вот знаете что чувак написал попросил стримера заинвайтить меня в игру с маной потому что я знал что он ее стримит и знаете что он написал горит я уже заинвайтил другого русского и по все просто кусок говна мать твою как так можно кто-то ради вообще на этот свет тупорывый буржуй надо в игнор его засунуть и никак в жизни не инвайтить никуда вижу люди вот просто чмыри бывают вот я просто вот реально меня бомбит от этого какая тебе блять разница сколько человек стримит игру если там есть свободное место я в восторге офигеть и лэмбо в финале виннеров уже а биг дик лорд вот кто мэрин лорд кто такой микс 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 который выиграл троих подряд не знаю так и термо против снута должны сейчас по идее тоже играть она против хиллера до сих пор играют бумбокс ждет теперь ждет оптимус ждет харстом ждет так харстом будет играть скорее всего с лазером неплохой матч тоже можно глянуть дрога ждет либо днс либо вот этих ребят которые три часа играя до игры и такая огромная сетка просто пипец ужасная сетка ненавижу этот сайт есть куча сайтов с бесплатными турнирными таблицами самая хорошая из них причем еще и красивая бенери пист на ней обычно делают сетку dreamhack а какая чёрно-синяя вот на этой сетке очень масштаб большой его нельзя менять так привет дэст какие люди какие люди в голливуде но тогда нам придется рестримить кого-нибудь ну че еще делать не ждать же нам в меню если покупать старка для мультиплеера нужно брать все три части трилогии нет только лего все взводит каждая часть в старкафте она самостоятельная она живет сама по себе остальные больше не нужны видимо из-за для попытки увеличения популярности игры доступности сделали чтобы каждая игра была отдельной раньше чтобы поиграть в ход надо было купить wings of liberty так и на каком же это стриме то а вот он вот он этот упырь я нашел тебя еще и твой стрим не включается надеюсь тебя забанили блин ну как так можно реально поздравить нас пять часов утра завтра уезжаем на сплав красавчик водки тянок в бикини будут так о я нашел вот нормальный польский стример мана против хиллера что это прокси гасты а нет это прокси рипер интересно почему марин орд забанят ново цс так я же говорил только что сам играть будешь сегодня ну турнир закончится я думаю поздно тут еще осталось игр достаточно рипер готов как прикольно зилот подлетел но рипер будет долго зилка убивать можно вполне пожертвовать зилотом пока за тобой бегает зилот и ты бьешь пробок бэм ну сколько рипер убьет рабов если не убьет хотя бы пять то толку в этом бараке нет он убил одного раба это мало давай сюрприз то зрители спать идут ну сейчас если до 12 ночи не будет на моем стриме 5000 человек я покажу я покажу его но это не совсем сюрприз как бы но скорее вещь которую я хотел давно показать унижима коничуа в общем абсолютно провальный прокси барак не принес никакой пользы хилеру мана уже ведет 1-0 кстати как же он быстро говорит пипец вы слышали охренеть почему адепт не подлетел там же минка была короче около этой рампы слева есть небольшая возвышенность видимо из-за нее адепт не перепрыгнул через саплай хотя должен был перепрыгивать прикольно ох кора здесь харасит но если брать несколько ксм которые будут чинить ксм то тогда ни одного ксм и не потеряешь но если бы перец к сожалению не все тираны об этом знают ааааааааааааааа хе 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 3 хп карл хе ха три хп просто вот 0.6 секунды и кора бы умерла пришлось бы тратить лишние 100 минералов 100 газов прикольно щиты Мариным Золото в обоих пашет Ну, если бы мана вкладывался бы в эту атаку И, допустим, добавил бы пару кейтов Он бы сейчас мог игру реально выиграть Все, что ему нужно было сделать, это пробить вот этот саплай И забежать наверх основным лимитом Причем ему бы очень сильно повезло в этом вопросе Потому что тиран застраивался только на второй рамбе, а не на первой Просто разбиваешь саплай, запускаешь всех адептов Давай, до свидания Четыре адепта, варп четырех адептов, гг Так как в бараке все это время юниты не строились Дома у тирана Отбиться ему нечем было бы от этой атаки И вообще странно, что мана даже такого поджима не сделал Но он решил сыграть экономично, в три Нексуса Похарасить Оракулом И уже сейчас добавляет новые гиты Правда, там циклон, которого он видел Видел же, по-моему, да? Так, раз, два Пять Раз, два И сейчас у Тоса еще и второе золото начнет работать Не думаю, что он рабов туда переведет Хотя было бы здорово Ну, хотя бы так, шесть Хоть шесть-восемь рабов Тупо золото хорошо заработало Два циклона Три циклона Странно, что щиты маленьком пошли раньше из тимпака Не понял, почему? Ой, найс! Какой авиацалет Оракул! Отличный! Не успевает? Аааа! Хе-хе-хе-хе! Малинуса повезло! Здесь нет рядом коры, чтобы кинуть фотон верчаржа Чтобы защитить третий Нексус Мана Ты че, Нексус отдашь? О, чувак, у тебя коры с полной Маной А ты даже фотон верчарж не кидаешь Да, Мана отдает Нексус Ну, у него технологичное, экономичное развитие было Из-за этого лимита у него сейчас мало Он включает Гвардин Берет с собой Мортала Странно, что ни одного адепта здесь нет Совсем ни одного Фокус Сентрю сейчас будет Аааа! Хе-хе-хе! Нет, Сентрю... Блин, уже есть Как много юнитов потратил Иллер Только ради того, чтобы фокуснуть вторую Сентрю Ну да, польский язык очень похож на русский Меня сегодня Эмиль спрашивал Говорит, поеду ли я в Германию в этом году еще раз Ну, надеюсь, все будет нормально Что же у меня эта бегущая строка-то все время кривая Не бегущая строка Да У маны было бы сейчас супершедевральное преимущество, если бы он этот Нексус спас Но нельзя как бы и в третью базу пойти, и в Старгейт пойти, и еще и без гитов все это время сидеть Блинк на середине Тиран до сих пор сидит на двух базах Третья у него в заказе только сейчас пошла, по сути, 20 секунд назад Но уж этот Нексус мана точно давать не должен Теперь у него есть чем ответить на любую атаку Хотя там стимпак Адепты у маны без грейдов Ээээ, темпуар, не? Че такая ранняя-то? Странно, что мане понадобились архивы темпуаров Такой странный момент Ой, там еще и танки Мана сегодня хорошо помикривал против Лилканина Такую потную игру вытащил Ох, красавчик! Попытался спасти сталкера на блинке, но ему нужно было Увернуться от выстрела этого парня, чтобы успеть убить его Но времени думать не было, он пытался просто убежать Там же была Залнага, а у Циклона большая дальность И мана не успела об этом подумать Там дропчик, дропчик двойной Мародеров нет, поэтому пилон убирает медленно Кора минус Адепт минус Что-то все минус А, и здесь еще и сталкеры Почти нечем отбить, кстати Весь основной лимит находится на другом конце карты Ой, Хиллер отдается И сколько же он рабов потерял? Ну, как минимум, рабов нужно сразу в сторону отводить Что бы ни происходило Даже если ты не хочешь отбивать свой мейн У тебя нет времени и рук не хватает Танчо Хороший блин вниз Мана этими сталкерами убила очень много рабов 41 на 52, кстати Вот он со шторм готов У него три дычки минус призма Вижна на... Как меня найти на ладере В смысле на ладере Найти на ладере нужно попасться на ладере О, минус 2 медивака Шепше Ну че, где штормы-то? Штормы мы сегодня увидим Тормы, вы где? Вижу до варпзиодов. Этот с цеха спасется. Какой стимбак. Хиллер так нервничает. Пипец. Немножечко недоконтраливает. Немного внимания ему не хватает. Вот внимание, концентрация, правильные билды, правильное использование юнитов, микро, макроэкономика. Столько аспектов надо реально изучить, чтобы реально в Старкрафте тащить. Именно по этой причине суперсильных прогеймеров по пальцам пересчитать. Которые стабильно на протяжении долгого времени держат уровень. Привет, Джок. Зеро через зеро. Не делить через зеро, но тут хиллер поделил. Поделил, помножил, и ниц абсолютно из него не вышло. Ну и ваше. И еще зилоты. Слушайте, у нас... Нет, размены, наверное, все-таки не будет. Куманная проблема с танками. Вот ему... Ой, какой шторм! Какой шторм! Вот это дичь! Минус все танки. Просто оклик, жми и все. Боже, как он под штормом прогулялся под двумя... Ну, это уже хрен вытащишь. 140 лимита на 100. 100 свое золото спас. Он выходит в четвертую. Противник только выходит на синюю базу. Ну, без золота, считай. И... Странно, что только сейчас пошел грейд на адептов. Такой полезный апгрейд. Но мана любит сталкеров с блинком достаточно. Аидос, сейчас покажу. Дождись. После этой игры, после этой катки. Вот, зрители уже 427. Ну, атака. Минус еще... Ой, харху. Шторм на рампу. А даже спускаться-то и нечем. У тебя, наверное, просто армию уже совсем не осталось. Большую часть он потерял только что в прошлом замесе. Горит командный центр. Ой, как рабы поехали смачно. Сейчас бы сюда штормец еще один. Сочный. Ну, никак не может статичную защиту террона мана пробить по земле. Но он уже получил дикий адвентач. 4 базы на 2. Мне кажется, этого достаточно, чтобы выиграть одной рукой. Вполне. Такой террона отчаянный. У него ничего нет. Золото кончилось. Мейн закончился. И он летит. Эм... Всеми медиваками. Через Золу Нагу, который контролит ТОС. На мейн к протезу. И сталкеры с блинком побежали на мейн. Побежали, побежали. Четвертой медивак. Давай. Кора. КОРА! Ха-ха. Забавно. Слушайте, а таймварм будет лежать на трех хайграундах? Прикольно. То есть тут три уровня хайграунда. Первый, второй, третий. Найс! Ни разу не видел таймварм со штормом в этой позиции. Привет, фантик. Довой! Ну, все, хиллер. Ливай. Неплохо чувак сражался. Боролся как мог. Но оппонент у него и правда посильнее. Классом. Ну, вот, кстати, если бы не тот эпичный шторм во весь маринад, если бы термин пораньше рабов отводил от сталкеров с блинком, я думаю, эта игра еще минут 10 бы точно шла. Как же он долго живет, а? Ману, ну окликни уже наконец. Ну все, ну ты в плюсе. Он столько медиваков убил. Груженных, негруженных. Оклик! Тос и имба. Че с ними делать? Тут плюс 60 лимита. Ни видеваков, ни либераторов, ничего. Не хотим брать удя ухтем атаку. Она попросту whatever, guys. Whatever. Whatever. GG. Поддерживаю. Так, ну что, дорогие друзья. Теперь я хочу вам показать кое-чё. Вы готовы? Are you ready? Я специально жду вашей отмашки. Ну, я ее все равно не увижу. Но знаю, что вы готовы. Если вы меня слышите, то вы точно должны быть готовы. Так. Это от кого на Яндексе столько пришло? Не знаю, от кого. Дайте мне знать. Так, ну что, ребят. Показываю творение специально для вас во время этого турнира. Дружно все альтабайтесь, смотрите. И я жду ваших отзывов и комменты. Приятного просмотра. Такого еще не было. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... 1, 2, 3, 4. I howled at the moon with friends, and then the sun came crashing in. But all the possibilities, no limits, just epiphanies. I'm never gonna look back, I'm never gonna give it up. No, just don't wake me now. This is gonna be the best day of my life, my life. This is gonna be the best day of my life, my life. I howled at the moon with friends, and then the sun came crashing in. Whoa, 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 whoa. But all the possibilities, no limits, just epiphanies. Whoa, 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 whoa. Whoa, 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 whoa. I'm never gonna look back, whoa. I'm never gonna give it up, no. Oh, just don't wake me now. This is gonna be the best day of my life, my life. This is gonna be the best day of my life, my life. This is gonna be the best day of my life. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 А, вот тут начало снута против Ютермо. Давайте пока посмотрим. Так, захват я сделал. Да, сделал. Давайте пока смотрим. 13-й по счету Homestory Cup. Вообще я планировал попасть на 11-й, но у меня не получилось, я попал на 12-й, и вот сейчас будет 13-й. Как рассчитывается? Что рассчитывается? Что значит слово «рассчитывается»? Что-то на уровне Михалкова. Очень смешно. Бах! Ммм, снут Ютермо. Чуть погромче этих пацанов. Так, а че мне не отвечают-то? Мне не нравится немецкий концепт домов, они унылые. Ты че гонишь? Чувак. Я вот наконец-то в своей жизни попал в гости к по-настоящему, ну, к человеку с по-настоящему европейским домом. Где вот просто дом. Дом и все. Три этажа. И это охренительно атмосферно. Ну, тупость, конечно, что по лестнице все время ходить довольно много, если тебе нужно, допустим, на второй этаж. То есть, допустим, ты живешь на второй комнате, у тебя комната, да, а тебе нужно там за чаем. И на первый этаж каждый раз по лестнице спускаться и назад подниматься, мне кажется, это жесть. С другой стороны, мы как бы для здоровья хорошо. Пошел чаек, вот пробежечка, покачал ноги, нормально. Ну вот, это видео ждало релиза где-то, где-то долго. Так что, если увидите в чате гефа или сквона, респект и уважуха им за помощь в создании видео. Геф проделал огромнейшую работу над этим монтажом. Просто нереально, я бы даже сказал. Так что, геф красавчик. Техмаринсу забрал U-Thermal. Эффективно, четко, быстро. И полетел дропать как раз под тайминг стимпака. Боже, наконец-то какая-то тайминговая атака. Типа прилетают медиваки, и стимпак в эту же секунду доделывается. Вообще, понятие таймингов, как-то многие забили на это. Тим готов. Майки уже высаживаются. Тайминг отличный. 5.20. Рачей еще пока что нету. Зерк не успел их заказать. Минус Квине. Уворачиваемся от ралагеров. Тут уже слишком много роучей, поэтому пришлось улететь. Но в итоге дроп убил Квину, пара дронов, и все. Лучше бы, конечно, он полетел на мейн. Или двойной дроп с разводом. Но здесь смысл в том, что очень много мариносов, 16 штук со стимпаком, ударяют в одно время. И если у Зерга совсем ничего нет, ему тяжко. Но Зерг был готов. Стоп. Снут играет. А, он же, да, с тиранами он же играет, стал играть в Рачей и Равагеров. Так, а что же Зерга-то планирует? В основном, какие-то супер поздние грейды. Очень поздние. Ох, 4 барака за раз. Красиво. Ам, так. так 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 а тиража через ранние инженерки начинал вот почему у него такая дикая разница по грейдам и зергам на зерга тирана уже никак по грейдам не догнать в принципе хотя у него хайф раз ранний будет у зерга хайф может быть час раньше чем грейд 11 это смешно но это именно так вообще кстати не поужинал сегодня нифига себе там лабораторий очень сильно налегает ютермал сейчас на мародеров и это хорошо потому что много рачей с другой стороны просто лимит мариков мародеров делаешь создаешь широкий фронт и если зерк кидает в себе обилку просто делаешь подшаг и все и не паришься бачная грейжная пехота в тысячи раз сильнее рачей равагеров если ловить лицом все плюхи равагеров то естественно равагеры могут с пехотой нормально драться а если еще и парочку и микозов к этому добавить будет вообще козырно ну в общем и термо сейчас полторы минуты времени чтобы убить противника с грейдами 22 против 11 ничего в этом сложного нет нужно просто хорошенько напасть медиваков у него очень много пехоты очень много грейды хорошие но там есть микоз вот это самое главное что может остановить сейчас терна как снуд неприятный момент для паузы а вот прикиньте если так вот играешь на про уровне вот реально играешь на про уровне у тебя фигак отключается клава и ты там сливаешь весь лимит на муве хотя не помню такого не было полно вообще ни разу или я не помню общий граун нет хэпич на ладоре играет у него тримы прогнулся под стриминг у меня на почте такое количество огромное спама связанное с но майскими праздниками типа там закажи такси там с большая скидка там в аэропорт скидки на тут у .ру там все дела ездить путешествие типа по россии по европе без там дешево если бы они знали что мне на это наплевать ох какой широкий фронт от всех обилок уворачивается верно кроме одной микоз первый обилка найс найс а вот сейчас бы еще просто добавить немножко до заказа офигеть а где мародер это человек так мало то было вроде термо уже хорошо их строил но микоз он хороший слове очень хорошие будем честны привет рам прикольно на удивление даже с грейдами 1 1 1 против 2 2 зерк умудрился отбиться причем очень неплохо но он стоял конечно на позиции более-менее адекватные микозы хорошие кинул терн нужно было просто хорошо заспредить чтобы не плавить не попасть в такое количество обилок и соответственно чем меньше микозов тем меньше юнитов умрут быстро такой дроп прям интересный в эту маленькую точку где у зерга нет вижена грейд на инфесторов пошел почему сразу его не заказать один такой апгрейд это один инфестор поможет сделать инфестор поймать конечно пол армии микоз таких ситуаций давно не было чтобы примат один микоз решал всю игру что за игра на ютубе спрашивает как бы зерга делаются 22 переход в хайф сейчас конечно такой очень опасный многое решает сколько именно инфесторов у зерга сколько из этих инфесторов вообще рядом вот вижу 2345 ой всем лимитом терн спускается вниз какой микоз ой господи ой господи ой оу вы видели это блин такая дичь ой господи какой микоз ю термал ты чё больной что ли ты чё инфесторов вообще там не видишь только не говоришь ты еще и после таких микозов тиран еще и вы до продавливает зерга охренеть просто жесть еще и хату забрал вот это были обилки просто ревайджеров с микозом в коопе там просто залетело злой дед через две недели турнир этот во франции с 6 по 8 число будет дримхак в америке которые буду стримить и через две недели с 13 по моему по 15 вроде бы а 13-15 дримхак во франции тоже буду стримить так еще дроп от ю термо такой палерный дроп то есть пока медиа полетел тирк уже среагировать успел порка почему не плетка давненько не видел чтоб пятую базу занимали на этой карте особенно с правой стороны у тирана карта очень прикольно вытянутая по вертикали за счет того как располагаются нычки и много времени надо чтобы бегать оттуда сюда поэтому разводы здесь могут быть весьма эффективны так и термал вроде он сплитит спасибо что поднял камеру это гораздо удобней вот сейчас он хорошо посплитил и нычку забрал серг ждет грейдов 3-3 по-прежнему в преимуществе но надо забивать на рачей уже мне кажется грейдами 3-3 уже просто с этой пехоты не справишься просто ровуч стреляет один раз мародер 2 еще нычка никто пока не решается занимать золото грейд 3-го уровня кроме инфесторов что можно еще даже чисто в теории придумать добавить такой внезапный либератор который которого вообще никто не ждал пятнадцатая минута он берет и раскладывается над четвертой базой просто внезапно находит время ю термал на этих либераторов так еще один опасный момент по сути все зависит от того как терм будет сплитить хороший микоз в медиваке а белка вот если бы он сейчас 7 медиваки забрал было бы жестко широкий фронт не хочет зерк драться заказывайся почти 200 лимита не хочет спускаться с нут не хочет там так армия заспличена нормально такая безысходная ситуация тебе придется спускаться чувак как как хочешь но тебе придется это сделать он морфит новых реваджеров боже кто то еще играет на пиратки в старкрафт ой жеесть как же лагает у стримера боже масравагеры реально решают пипец именно масравагеры но обычные рачи чего не могут сделать когда там 3-3 мародеры маленькие даже широкий фронт не помог хотя и террин немного разделил лимит там ну там группа вниз побежала нычку убивать то есть немного не хватило лимита терринов в основном замесе чтобы вышел из игры скорее всего задержка потому что турнир крупные пацаны вообще в принципе учитывая что уже довольно таки поздно игр осталось немного я могу пристримить уже до конца дня пару игр и убрать задержку была такая идея я посмотрим на сетку посмотрим как там происходит кстати основу тоже ведет 10 только сейчас заметил армагеддон да 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 есть такое что добавить с нуту вайперов но и можно парочку вайперов добавить пару хороших облаков вместо того чтобы делать вместо пара равагеров почему нет 3 равагера это два вайпера плюс-минус 2 вайпера это 2 облака или даже 4 облака а нет минимум 2 хорошая облака могли бы уменьшить количество дэмэджа в себя вайпера могут столько урона не нанести сколько ты получишь урона нанесешь урона в пехоту которая словила 2 облака и еще и с микозом это сделать какой широкий фронт пипец да ладно сейчас запускает просто ю термал заманивает снута такой типа ну давай 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 иди смотрите как войска расставлены это будет просто в салат но снут умный отступает зергу выгодно чтобы тиран был очень что он стоял очень кучно поехали лишние ксм бесполезные эти вместо того чтобы просто их вот так сливать можно было бы их использовать ну новомиться немножко попробовать подраться и использовать ксм чтобы потанчить немного дэмэджи видимо он не хочет пока генеральный замес вступать а нет хочет у ее сейчас микоз можно кинуть блин мне письмо на почту пришло что адреналин будет спонсировать какой-то турнир по кс наконец-то адреналин раш наконец-то будет спонсировать турниры тысячу лет ждал этого клево правда турнир будет пока из гол причем русский турнир прикольно так еще замес ох неудобно зерк стоит его со всех сторон окружили просто со всех но хватит ли дпс а прожимает ли вообще стимпакта тиранда прожимает клин пипец как же сильно везет и термал с позиций и он каждый раз немножечко проигрывает замес правда потерял уже две нычки но что-то ю термал делает не так он просто обязан таких ситуациях выигрывать ну сражение основное ну вот эта вот группа которая осталась он разменялся в плюс по лимиту 110 на 87 и он не продавит реально вот масса рвагера как работают смотрите холос ну то одна база он в хайф выходит однобазовый хайф пипец там нычка лимит сравнялся может быть если бы сломя голову снуд побежал к противнику побежал бы к его баракам чтобы не давать скопить производство не возобновить производство может быть что-то и вышел бы нужно бать чтобы либераторы дамажили выкопанные спорки ага конечно еще придумаешь бонус по зданиям прикиньте ли если бы либераторы дамажили здание сидишь такой просто на базе к тебе прилетают либераторы и все смотрите у протозов есть юнит который разогревается эта грелка у караптеров есть юнит у зергов есть юнит который караптер разогревается на зданиях тиранам нужно дать юнита который разогревается на чем-нибудь только зачем восстановил пару нычек у него сколько минералов и игра продолжается 1 2 3 4 5 6 7 бас на 4 но добывающих нычки у термо по моему 2 инкам но не показывают даникс кирт я был бы рад если бы была такая возможность серия турниров пока из гол какие-то топовые игровые ноутбуки еще разыгрываются все пацаны это мой шанс игровые ноутбуки это конечно сильно Так, корабторы бьют планетарку, норм. А вы же в курсе, да, что в Москве самый крупный, по-моему, в истории, в России турнир будет скоро, в мае, по-моему, по доте? Да, типа самый-самый супер-пупер крупный. По-моему, там призовой будет, я не помню. Сколько-то там сотен миллионов, сколько-то сотен, нет, сейчас. Сотен, сотен. Пол ляма баксов, по-моему. Вроде. Гастов там уже много. Блин, пипец, я думал, что игра уже закончилась. Но Ютермал так и не смог дожать снуту, у которого осталась одна нычка. Он дал время противнику отстроиться, и это печально. Уснут, офигеть, уснут еще и банк ресурсов больше, чем у Террена. Как? Как, Карл? 200 лимитов, у обоих под 150 боевого. О, пошли снайпшоты. Блин, такое качество ужасное. Что за петарды на улице? Главное, микоз, главное не слоить в эту кучу гастов. Прикиньте, если это дело поймается гастами, и просто полетят ровагеры. Это же будет жесть. А вторым. Тайминговая закопка передвижения под землей рачам. Очень важный апгрейд. Вместе с брудами. Ха-ха-ха. Хэмо. Ха-ха-ха. Придется обзавестись туре откомментированного на всех базах. Может быть даже в центре карты построить парочку. Так, рапторы полетели в одну сторону. сейчас каптор от реально разогреются может быть даже планетарку забреют снуто базы кончаются сверху этого 2 база осталось цэшечка покажите цэшечку цэшечка хочу видеть как она умирает волосы умерла еще минус хат ну это база уже сможет отдать на ней все равно ничего нет ему нужно для финального замеса ему нужно выбрать какую-то позицию господи посмотрите сколько денег уснул то да как так уснута оставалась одна нычка одна левая верхняя нычка одна у терна было 5 там еще мой и орбиталки каким образом уснута 3000 газа и 5k минералов как там терн вообще мулов кидают или нет у него минимум 10 орбиталок 1 2 3 4 5 6 ну под 10 до примерно то что у него чистый маринад без всего вот это меня немного пугает посмотрите какая вертикальная полоска и виндур на миникарте и пошел сплит опасно тем более там еще и бруды а чё викинги не нужны что ли почему либераторы меня пугает что у терна блин у него 170 былого лимита но ему нужно как-то его подслить избавиться от мариносов и сделать наверное побольше викингов либераторов ой на айс хрень там снуд быстро кликает очень часто падают обилки интересно же диод вот такой игры давно не видел именно такой кстати на этой карте была супер мега вообще офигительная макро игра с офигенно эпичным разменом кто же там играл то я хотел еще и покомментить отдельно бистик против кого-то до последнего здания в лего все такие игры большая редкость наконец-то игры был просто офигенен точно рам как эти квиты здесь вообще тусуются посмотрите как близко нычка зерга на 12 часах рядом с тирановской просто вот они рядом абсолютно как-то и термо режим хэпи включил просто вот не нападать ждать дать и пытаться убивать противника по частям 9000 минералов почти 4000 газа обалдеть унитарка цеха неудачное место для космортов к сожалению их еще и мало при этом так сплит просветки микоз еще микоз да там гастов микозом не убьешь там медиваки все выхиливает стимпак пошел главный микоз микоз как же долго под микозом стоит оху ну и термо у термо 9000 минералов у снута в конце игры можете представить как плохо и термо реально сплитит вроде так активно играл так хорошо все сделал он убил 5 нычек снуту 5 в левом верхнем углу оставалась одна последняя база и у термо не дожил противника дал ему отстроить 4 нычки и снут еще 9к минералов накопил как как можно было эту игру не дожать это для меня реально вопрос просто и снуд выигрывает ю термала и попадает на а уэмбо так с финальный этап 2 победителей числа проигравших 216 но у стримера комп не тянет сожалению так dns о боже мой dns выиграл дрога да астом против эвазера вот это я бы глянул с удовольствием думаю харстон не возьмет а чё у нас со ставками кстати чатик давно вылить давно вылить делали вставочки ставочки так ставочки 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 почему у меня открывается украинский напомню кто не в курсе у меня есть партнер в виде сайта по ставкам на котором можно делать ставки на игры можно делать даже на бесплатную валюту сайта кибер деньги называется так снуд дрога посмотрим так снуд дрога привет катюх какой тонкий юмор так и термал харстом на ставках можно такие деньги поднимать просто нереальные можно вообще реально не работать но поднимать деньги на ставках просто нужно очень дофига смотреть starcraft или не starcraft допустим просто допустим ну к примеру ставить игры скажем но на футбол части немножко тяжело мне кажется потому что там как бы 11 человек потеют и как они вместе друг с другом сыграют вот именно сегодня завтра там ну тяжело угадать в целом ну как мне кажется а тут конкретно каждый день играют все игроки на на разных турнирах и ты постоянно видишь как бы их пущий уровень видишь все их действия абсолютно ну как мне кажется в starcraft все starcraft сложно играющий сама по себе допустим в дуэльной дисциплине типа квейка если ты просто знаешь общий уровень игрока ты знаешь кто кого сильнее кто кого сильнее стреляет на каких картах сильнее друг друга играет и вот в этом плане с прогнозами в квейке я очень хорошо понимал у кого когда выиграет однажды даже где-то 20 или 25 игр подряд я угадал кто кого выиграет квейке на одном конкурсе это такая личная ачивка здравия тебе зерк пассивки в общем ставки сделать довольно просто выбираете матч открытый эти уже закрытые кнопка депозита сверху кладете деньги и делаете ставки все просто можно получить 200 цемок если установить плагин для блокировки ром русском надзора просто кстати заметил что в этом году ну как бы наше правительство там русском надзор и всякая херня очень сильно оживилась рут рейкер закрыли и на следующий день он открылся по моему или там зеркало какое-то ну-ка а да рут рейкер закрыли но на него по моему можно попасть там зеркала надо искать поставкам вот этот закрывали и харстом против вайзера ребят давайте я уберу задержку подожду специально три минуты чтобы вы услышали меня если вы меня услышали напишите что-нибудь в чат я убираю задержку и постримим до конца дня уже пару игр уже необходимой задержки пропала как таковая жду от вас коммента и сразу же стрим упадет и сразу же включится